Всем салют! Камехомастер тут! Это 16-й видеоурок из моего курса по программе ZBrush. Если вы не смотрели предыдущих, сделать это вы можете по подсказке или по ссылке в описании под роликом. А мы начинаем! В этом видео мы рассмотрим, как работают буллианы или булевые операции в ZBrush, а также их преимущества и недостатки в сравнении с буллинами из других программ. Начнем с того, что же такое буллианы или булевые операции. Булевые операции нужны для создания меша на основе двух или более исходных мешей. В результате выполнения операции создается один новый объект, являющийся комбинацией исходных. Булевые операции бывают трех типов. Объединение или сложение. Первое, когда мы получаем меш, объединяющий все части исходных. Второе, вычитание, когда мы получаем меш в результате вычитания одного меша из другого. И пересечение, когда мы получаем меш, который создается на основе общих частей двух мешей. Теперь про буллианы в ZBrush. Во-первых, объединять, вычитать и создавать объекты из пересечения в ZBrush можно при помощи Dynomesh. Как это работает, я рассказал в своем уроке про Dynomesh. Ссылка на него будет в подсказке и в описании под роликом. Во-вторых, есть такая канувшая в небытие технология, как Shadowbox, которую сейчас уже никто не использует и рассказывать о ней я не вижу никакого смысла. В-третьих, конечно же, король LiveBoolean. Главный по буллианам в ZBrush. Ну и напоследок будет секретный инструмент, о котором я расскажу в конце видео, у которого я не уверен, что есть вообще какое-то название, но я видел, его называют MeshFusion. Итак, LiveBoolean, где его искать и как он работает. Я открыл один из базовых проектов ZBrush, который называется QCubeSmoothAngle. Выключу для начала динамик SubDiv, который тут включен, комбинации клавиш Shift плюс D. Затем открою подменю SubTool в меню Tool. И тут мы видим, что у нас всего в сцене один SubTool, или один объект. А как мы помним, для буллиана нужно два или более исходных объекта. Поэтому спущусь чуть ниже и нажму на кнопку Duplicate, чтобы создать копию данного SubTool. А затем включу режим Move и пивотом смещу немного второй SubTool. Теперь мы можем включить режим LiveBoolean. Делается это в левом верхнем углу экрана, большая кнопка LiveBoolean. Либо же в меню Render, подменю RenderBooleans, большая кнопка та же самая LiveBoolean. Кажется, после включения LiveBoolean ничего не произошло. Но если в нижнем SubTool мы изменим режим сложения на вычитание, то заметим, что из верхнего SubTool вычитается нижний. И да, режим работы LiveBoolean зависит от порядка SubTool. Режим LiveBoolean чем-то, кстати, похож на режим Dynamics SubDiv. Потому как LiveBoolean не сразу производит операцию Boolean, а лишь показывает нам предпросмотр. И если мы будем двигать нижний SubTool, то заметим это. То есть все происходит в реальном времени, но это лишь предпросмотр будущего буллиана. Одной из важнейших фишек LiveBoolean является то, что он может работать с включенным Dynamics SubDiv, что позволяет создавать очень крутые формы. Вот как это работает. Включу Dynamics SubDiv. И объект второй SubTool у нас SubDiv-нулся. То есть накинулись виртуальные уровни SubDivision. То же самое можно сделать и с первым SubTool. Тоже включить Dynamics SubDiv, увеличить количество уровней подразделения. И вот такую вот форму получить. Если мы хотим увидеть SubTool, который вырезает часть другого SubTool, но при этом не отключать LiveBoolean, мы можем просто включить PolyFrame, вот здесь вот, либо комбинацией клавиш Shift плюс F и посмотреть, как выглядит этот SubTool. Как я уже сказал ранее, мы пока находимся в режиме предпросмотра. Если же нам нужно зафиксировать созданную форму LiveBoolean, надо открыть в подменю SubTool, в меню Tool, вкладку Boolean. И если мы не использовали Dynamics SubDiv, то просто нажать на кнопку Make Boolean Mesh. Если же, как здесь мы использовали Dynamics SubDiv и хотим, чтобы Dynamics SubDiv и LiveBoolean применились одновременно, создав именно вот такую форму, то нам нужно включить вот эту вот функцию AllowDynamicsSubDiv и только после этого нажать на кнопку Make Boolean Mesh. После того, как мы кликнули по кнопке Make Boolean Mesh, создастся новый Z-Tool. И если мы включим Polyframe, то этот Z-Tool от применения операции Boolean. Также применить Boolean можно, если вы используете папки. Например, создадим папку New Folder. Поместим оба объекта в эту папку и в углу папки нажмем на шестеренку. И в выпадающем меню можно выбрать точно так же либо Boolean Folder, либо Boolean Folder с применением Dynamics SubDiv. И результат появится за пределами папки, то есть в том же Z-Tool, только за пределами папки. А теперь, зачем и как использовать Live Boolean? Во-первых, надо сказать, что ZBrush не умеет использовать многоугольники. А значит, Boolean в ZBrush будет обязательно создавать уйму треугольников. И исправить это практически будет невозможно. Что не дает возможность использовать его, если нам нужна ровная сетка, например, для игровых моделей. Но зато, если вы создаете концепт, или модель будет печататься, к примеру, на 3D принтере или на ЧПУ-станке обрабатываться, где наличие треугольников не трагично, то вполне можно использовать этот инструмент. Вот я открыл другой стандартный проект ZBrush, для того, чтобы показать, что Live Boolean можно применять не только на примитивные меши, но и на модели, состоящие из сотен или даже миллионов полигонов. А также для того, чтобы продемонстрировать процесс детализирования при помощи Live Boolean. Для этого выберем кисть IMM Boolean и применим ее на нашем меше. Скажем так. После этого в подменю Subtool в меню Tool зайдем во вкладку Split и нажмем Split Unmasked Points, для того, чтобы отделить IMM формы. После этого включим оба Subtool и включим Live Boolean. А также переключим нижний Subtool на режим вычитания. Вот таким образом можно создавать детали при помощи Live Boolean. Особенно интересные детали вот есть уже в стандартной кисти IMM Boolean. Но можно создать и свои какие-то фигуры. Также Live Boolean очень удобен для тех, кто собирается печатать свои модели на 3D принтере, для проверки, как они будут выглядеть в разрезе. Чтобы продемонстрировать, как это работает, для начала создадим полость внутри модели. Делается это следующим образом. Для начала нам нужно взять кисть IMM Primitives, скажем, выбрать, к примеру, цилиндр, после чего зажать клавишу Alt и создать два цилиндра. Ну, можно было и один. Немного вытащим. После чего спускаемся в подменю Geometry и в подменю Geometry во вкладке Dynamesh находим кнопку Create Shell. Она и создает полость внутри модели. А ползунок Thickness отвечает за толщину стенки модели. Секунду. Снимаем маску. Нажимаем Create Shell. И вот у нас получилась полость внутри модели. А вот теперь можно посмотреть, как выглядит модель в разрезе при помощи Live Boolean. Для этого поднимемся чуть выше в подменю Subtool и в подменю Subtool нажмем на Append и добавим куб в сцену. Переключимся на Subtool Cube. Уменьшим его размеры. И Live Boolean у нас сейчас включен. и переключим куб на режим вычитания. Расширим немного его в двух направлениях. И двигая его, мы можем наблюдать за тем, как выглядят разрезы различных областей модели в районе ушейс, в районе шеи и так далее. Это очень полезно, если вы собираетесь печатать свои модели на 3D принтере. Также существует еще один способ применения Live Boolean в комбинации с другой функцией Spotlight. Что такое Spotlight, сказать сложно, но предназначен он преимущественно для загрузки рефов в ZBrush. Расположена функция Spotlight в меню Texture и включается выбором одной из текстур и вот этой кнопкой Add to Spotlight. А затем включается и выключается при помощи соседней кнопки Turn on Spotlight, либо же комбинацией клавиш Shift plus Z. А вместе с Boolean Spotlight работает следующим образом. Открываем Lightbox, находим последнюю вкладку Spotlight и в ней выбираем один из существующих пресетов. Например, выберу первый. И появляется вот набор такой фигур. После чего нажимая клавишу Z, чтобы появилось колесо Spotlight, сам Spotlight уже включен. Вот тут если открыть меню Texture, мы видим, что Spotlight включен. После чего кликаем по одной из фигур и правой кнопкой мыши передвигаем фигуру туда, куда нам нужно. Масштабировать фигуру можно вот этим вот регулятором. Зажимаем его и увеличиваем. Поворачивать с помощью другого регулятора точно так же кликаем по нему и зажимаем. После чего вращаем. Можно использовать клавишу Shift, чтобы выровнять. Если мы кликнем по значку фотоаппарата здесь, то ZBrush создаст на основе данной фигуры Mesh или новый Subtool. В случае же, если мы кликнем с зажатым альтом, то ZBrush создаст новый Mesh, но уже в режиме вычитания. Также, если кликнуть не просто с зажатым альтом, а с зажатым альтом и Shift, то создастся новый Mesh, но уже в режиме разницы. При включенном Live Boolean создается разница. Удалим последний Mesh. Также, если кликнуть с просто зажатым шифтом, то получим такой же Mesh на основе данной фигуры, но он объединится с уже существующим Subtool, который был выбран. Это были основные способы применения Live Boolean в ZBrush. А теперь самые сочные, секретные техники. Или так называемая функция Mesh Fusion в ZBrush. Рассказать, что это, довольно сложно, поэтому просто покажу. Для данной операции нам понадобится включить Polyframe, затем создать новую полигруппу, замаскирую часть, выключу симметрию, замаскирую часть и нажму комбинацию клавиш Ctrl плюс W. Затем нам нужно выбрать Insert Mesh с незамкнутой геометрией, выберу стандартный IMM Primitives H, обязательно H, а не незамкнутой геометрией. Выберу, к примеру, цилиндр и растяну на области, где мы создали новую полигруппу. После чего сниму маску и растяну маску еще раз за пределами объекта. Так, секунду. Надо выключить Dynomesh. Растяну маску за пределами объекта. И вот, что мы получили. Оба Mesh срослись, причем срослись именно на области, где была полигруппа. Таким же образом можно делать и углубление в Mesh, если зажать клавишу Alt при создании IMM Primitive. Растяну маску. Еще раз. Так, дай на Mesh. Растяну маску и вот, что мы получаем. Вот такая фигура. На этом на сегодня все. Мои работы вы можете посмотреть в моем Artstation или Instagram. Ссылки будут в описании. А пообщаться с единомышленниками или задать мне вопросы в моем Discord сервере. Не забывайте ставить свой трехмерный лайк, подписываться на канал и оставлять комментарии. Это очень помогает развитию моего канала и данной рубрики. Всем пока-пока. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok